Он приехал жить в Брест в конце 40-х годов. Родившийся в Дагестане Пётр Данелли стал настоящим белорусским художником и тесными узами связал свою судьбу с Брестом и Брещиной. Вся его энергия была направлена на развитие изобразительного искусства в городе. В канун столетнего юбилея мастера на доме по улице Советской 58, где он жил больше 20 лет, появилась памятная мемориальная доска. Для города Брест это знаковое событие, потому что человек, который в свои годы 10 лет возглавлял, был самым главным художником города Бреста, трижды избирался председателем областного союза художников. Человек, который внес вклад в развитие именно художества, потому что он не только прошел свой жизненный путь, он участник Великой Отечественной войны, он занимался очень многим педагогическим творчеством своим, передавал опыт своим ученикам. Авторы мемориальной доски, вдохновленные творчеством Петра Данелии, брестские мастера Олеся Гурщенкова и Павел Герасименко. Именно Данелия стал одним из основателей и руководителей областной организации союза художников. Трижды его избирали ее председателем. А еще 40 лет он руководил и за студией. В числе его учеников и известный белорусский художник Лев Алимов. Педагогом может не каждый быть. Это большое заблуждение. Если ты рисуешь, то ты педагог. Нет. Можно не уметь рисовать, но быть хорошим педагогом. А вот ребятам, с которыми я был, я часто рассказываю Петре Алексеевичу о нашей изо студии, о времени, когда очень легко, доступно и просто назывался учреждение областной дом народного творчества. Эти времена я вспоминаю как лучшее время в моей жизни, потому что Петр Алексеевич, как хороший садовник, выправлял деревце. 15 лет – это нежный возраст. Это не юность, это отрочество. Это самый опасный возраст и очень нежный. Поэтому изо студия помогла не только мне пойти другой дорогой, а дорогой чести, достоинства и красоты. Сегодня произведение Петра Данелли, романтика белорусского пейзажа, находится в музеях Минска, в фондах Министерства культуры России, в частных коллекциях ряда европейских стран и стран СНГ. Поэтому картина, которую передала в дар городу вдова художника, займет достойное место в одном из музеев Бреста, как еще одно напоминание о большом мастере и замечательном человеке. Вместе с ним интересно было жить. Он очень многосторонний был, развитый человек. Всем интересовался, никого не проходил мимо, каждому уделял внимание, и художникам, и просто людям. И вот когда пришлось мастерскую разбирать вместе с сыном, то там было очень много писем, которые ему писали, о чем-то просили, приглашали на выставки. То есть этот человек был очень нужный и красивый очень, вот по всему.